В Киеве Бербок она привезла миллиард евро на ПВО. На Украине предложен налог на бездетность. Женщины-медики там теперь должны регистрироваться как военно обязанные при устройстве на работу. Для всех категорий наряду с военным билетом вводится система QR-кодов. Террорист и экстремист Арестович заявил, что Зеленский слил Украину в унитаз. Медведев, Россия считает Зеленского законной целью. Он должен быть пойман или ликвидирован. Капитуляцию может подписать, цитата, хоть свинья в Ермолке. Думская комиссия по расследованию преступлений против детей готовит обращение к Генпрокуратуре о признании киевских госструктур террористическими организациями. ООН продолжает считать Зеленского президентом. Евросоюз, не имеем сомнений в легитимности. Зеленский тоже так думает. Кроме того, он не видит риска в связи с предстоящими президентскими выборами в США. Секретарь СНБО Литвиненко, конфликт закончится переговорами. Глава Пентагона Остин посоветовал Киеву сосредоточиться на ближнем бое, а не на ударах вглубь России. Кишинев подписал оборонное соглашение с Брюсселем. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных российских активов для военной помощи Киеву. Газпром заявил, что не будет платить дивиденды после рекордного прошлогоднего убытка в 629 миллиардов рублей. А акции монополиста тут же упали. После беспилотных атак РЖД ограничили перевозку груза в сторону порта Новороссийск. Минсельхоз готовит нацпроект для аграрной независимости. Сейчас обеспеченность собственными семенами чуть выше 60%. С января выпуск яиц упал на 2,5%, сообщает Росстат. Мишустину показали возрожденную Волгу, неотличимую от китайской машины Чанган. Тот попросил сделать российским хотя бы руль. В Россию привезли новую модель Ламборджини. Она была куплена неизвестным в первый же день за 140 миллионов в подарок жене. Число граждан с капиталом от 100 миллионов рублей за прошлый год выросло в полтора раза. Их уже больше 20 тысяч. Минпросвещение вновь пообещало довести зарплату учителей до средней по каждому региону. Сейчас базовая ставка в большинстве из них ниже прожиточного минимума. Госдума запретила списывать пенсии детей-инвалидов в счет долгов их родителей. Совбез ООН отклонил резолюцию России о запрете оружия в космосе. Голоса разделились пополам. В США прошли докритические ядерные испытания на полигоне штата Невада. Зам Лаврова Рябков заявил, что пока детонация ненатурная и Россия тоже не будет полноценно испытывать. Байден раскритиковал Международный уголовный суд за идею объявить в розыск Нитаньяху в связи с военными преступлениями. Лондонский суд вынес решение в пользу Ассанжа. Теперь он может оспорить решение об экстрадиции в США. Премьер Пакистана Шариф поручил начать эвакуацию студентов из Киргизии, где произошли межнациональные столкновения. Политики из двух стран обсудят эту ситуацию на саммите ШОС. Там же снова встретятся Путин и Си Цзиньпин. Иран назначил выборы нового президента на 28 июня. Франция отправляет еще 600 полицейских в свою колонию Новая Каледония для борьбы с беспорядками. Туда же летит Макрон. Австралия и Новая Зеландия эвакуируют своих граждан. Китайские госструктуры, надзирающие за интернетом, представили генеративную языковую модель на основе высказываний Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новой эре. Глава МИД страны Иван И назвал позорной инаугурацию нового президента Тайваня и его действия, цитата, «предающие нацию и предков». Он же. Ничто не остановит Китай от воссоединения и возвращения Тайваня на родину. В тайваньском парламенте потасовка между прозападными и прокитайскими депутатами. Ректор РГГУ Безбородов, отвечая на запрос депутата Парфенова, предложил учитывать конкретные исторические условия, в которых философ Ильин заявлял о своих симпатиях к фашизму. По словам Безбородова, российские традиционные ценности должны осмысливаться на основе трудов и наследия Ильина. Безбородов также утверждает, что обращения от студентов по поводу переименования центра Ильина не поступало. В Москве суд оштрафовал гражданина за волосы в цвет украинского флага. Тот же суд оштрафовал активиста Булатова на 50 тысяч за дискредитацию. Булатов ранее называл себя гееборцем и инициатором уголовных дел против иноагентов. Приморский суд приговорил к 3,5 годам местного активиста, изобразившего расстрелы с пустого гранатомета, мемориальные доски временному диктатору Дитериксу, сбежавшему от советской власти в Шанхай. Бывший командующий 58-й армии Попов арестован по подозрению в мошенничестве. В Новосибирске суд признал виновным в госизмене 77-летнего физика Маслова и приговорил его к 14 годам. В Свердловской области обыски у руководителя налоговой службы Логинова. Его портрет уже исчез с сайта ведомства. В Москве задержан вице-губернатор Алтайского края при получении 18 миллионов рублей. В Омске пройдут учения по оцеплению, фильтрации и эвакуации граждан, сообщает РБК. В связи с этим всех просят иметь при себе документы. Дугин похвастался аудиенцией у очередного, весьма высокопоставленного государственного лица. Айтишники Южного федерального университета разрабатывают древнеславянский аналог игры Диабло под названием Первый богатырь.